Вода еще холодная, но самые смелые находят в себе силы, чтобы окунуться. Иван Николаевич на Соленые озера специально приехал из Уфы. Говорит, с помощью целебной природы смог вылечить больной позвоночник. В 97-м вообще ногами не мог ходить. Мне посоветовали, я вот приехал сюда, познакомился здесь с врачами и каждый год еду сюда. Он сторожил местных пляжей. Уникальные озера мужчина посещает больше 10 лет и помнит, каким был Солилецкий курорт. Здесь было запущение, все было разрушено. На машинах приезжали, здесь вообще было все загажено, если честно. Но в прошлом году засоленное достояние взялись всерьез. Здесь задумали создать туристический кластер. Ведь ежегодно на эти пляжи приезжают до полумиллиона человек со всей России. Поэтому важно, чтобы отдых туристов был качественным и комфортным. К летнему сезону Солилецкий пляж заметно похорошел. Здесь установили грибки от солнца, раньше их не было. Завезли гальку, появились новые душевые кабины и даже свой парк аттракционов. В общем, на развитие Солилецкого курорта только в этом году ушло почти 70 миллионов рублей. Но развитию внутреннего туризма мешает слабо развитая инфраструктура. Это отметили участники международной конференции. Здесь надеются привлечь федеральные средства. Соответствующий проект создания туристического комплекса уже поддержали в Москве. Будет итоговое рассмотрение нашей программы развития туристического кластера. А 4 июня – координационный совет. И мы искренне надеемся, что те усилия, которые мы последний год ведем, они не пройдут даром и мы попадем в федеральную целевую программу развития внутреннего въездного туризма. Реализация проекта позволит создать современный гостиничный комплекс почти на 700 мест. Но пока это только планы. Сейчас здесь готовятся к массовому наплыву туристов. 1 июня официально стартует курортный сезон. Лечение на озерах в этом году, как и в прошлом, будет бесплатным лишь для ветеранов и инвалидов. Для всех остальных цена варьируется от дня недели и времени суток. В будни – 100 рублей днем и 50 вечером. Выходные – дороже. В самом разгаре также благоустройство пляжей, строительство парка аттракционов. Работы велись не только на территории курорта, но и на территории города. Мы, я думаю, к 1 июня завершим все работы и будем готовы встречать наших отдыхающих. Летом здесь запустят колесо обозрения, автодромы, американские горки и детские карусели. Всего больше 20 аттракционов. В общем, развитие Солилетского курорта обещает большие перспективы. Юлия Гафарова, Дмитрий Журавлев. Наше время.